Они в 90-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики, они сидели везде. Кто-то просто работал элементарно на разведку, ну это хотя бы объяснимо. А кто-то бабло, извините, зарабатывал для себя. Кто-то совмещал и то, и другое, на самом деле. Потому что в мутной воде обычно хорошо ловится различная рыбёха. А потом мы им сказали нет. И они очень сильно обиделись. И говорят, ну как это так, значит, мы же тут привыкли у вас какие-то фишки расставлять, как и в других странах. Мы им сказали, больше этого не будет. Но попыток они, конечно, не прекращают. Поэтому желание очень простое. Дестабилизировать ситуацию политическую. Разделить страну на части. Такие достаточно крупные. С каждой из этих частей договориться. Договориться провести денуклеризацию и демилитаризацию каждой из этих частей. Потом прийти и предложить свои услуги. Сказать, ребят, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял и так далее. Вот такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить. Особенно на условиях раздела наших национальных богатств. Сказать, ну вот здесь мы это будем добывать, здесь мы это будем добывать. И так далее. И вот этот англосаксонский мир, он пытается всем этим управлять. Значит, и до поры до времени, после распада союза, Варшавского договора и СЭВа, им это удавалось. А потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались. И стали вести себя самостоятельно. Вот им это очень не нравится. Поэтому ближайшие годы, даже десятилетия, не будут спокойными.